И доброго времени суток, дорогие друзья. Очередная серия Ассасина, бесплатного, бездонатного, уже на ваших экранах. Сегодня мы 100% с вами сделаем плюс четвертую власть, немножечко покрутим рандом крафта, поговорим также о компенсации, которую нам выдавали. И поговорим о подгонах. Да, на этого чара уже сделали подгоны, что я с ними сделал и как они выглядели, вы также увидите в этом ролике. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Старая добрая Lineage 2. Сколько беззаботных дней мы в ней провели. Но сейчас мы выросли и на игры совсем не хватает времени. Не проблема, ведь есть Lineage 2 Essence. Тебя ждет обновленная графика и интерфейс. Автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел. Большое количество новых умений для всех классов. Сразись за боссов с другими игроками по всему миру и покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Lineage 2 Essence. Итак, ну что, хотел бы сказать свои впечатления. На Масухе теперь стоять прям, ну, приятненько. Большее количество мобов цепляется. Вроде вообще хорошо. Но я заметил то, что мне писали в комментариях, что теперь иногда, если слишком близко мобы или если людей в локации поменьше становится, то мана тратится быстро. Да, есть такой как бы косяк. Ну, с этим ничего не поделаешь. Зато моба отлетает, как вы видите, довольно-таки хорошо. А ДНК формится и довольно-таки неплохо. Со всеми активностями, вот, прошли сутки с того момента, как я взял книжку себе, да. Ну, почти 6 лямов нафармил. Я считаю, что это довольно-таки неплохо для этого чара. Ну, и помимо этого, выпал у нас сундук с сокровищами лорда Валака. Да, иногда Валак у нас бывает обычный. Иногда лорд, я об этом, по-моему, уже рассказывал. И с лорда у нас, соответственно, награда другая. Здесь у нас нет привычных свитков защиты. Очень вовремя крашнулся у меня клиент, но продолжим. Лорд Валак у нас появляется рандомно. Здесь у нас нет привычных свитков атаки и свитков защиты. Зато здесь нормальные награды, типа подвески, вот, венца, пояса и плаща. Откроем, откроем. Получили пояс. Ну, не знаю, даже стоит его сейчас точить или нет. Ну, давайте попробуем, как бы, поверим немножечко в чудеса лорда Валака. И зря, зря поверим, потому что он нас предает. Выкидываем вот это все мероприятие. Предлагаю также, как я говорил, талик власти, который у меня скоро закончится. Надо все-таки что-то с ним делать, потому что с твинков я не успел себе заточить. Нормальный талик, точнее, не смог. Они пополомались. Поэтому мы заходим с вами в особое создание. Имейте это тоже в виду, что с особого создания, да, как я уже говорил, можно итемы менять в определенном количестве. То есть, например, у меня есть 25 нулевых таликовласти в коробках, именно в коробках. Я могу на готовый четвертый сразу же обменять. Так мы сейчас с вами и сделаем. И я рекомендовал бы делать вам так же, после того, как у вас закончится талик с набора, с бесплатного. Вот этот плюс пятый, который у вас есть, за нового игрока, когда вы регистрируете аккаунт, да. Вы лучше все-таки сделайте для начала четвертый. Я, конечно, понимаю, риск это дело благородное и так далее. Но уж лучше синиться в руках, чем не синиться и в другом месте. Поэтому четвертый талик я себе сделал. Он хуже, конечно, пятого, но это все равно неплохо. Зато все остальные талик, которые будут падать, можно уже будет точить и надеяться, что рандом подгонит что-нибудь хорошее. Помимо этого, у нас три рандом крафта накопилось. Давайте прокрутим. Здесь у нас, кстати, мантия печати, бирюзовое кольцо и двуручный топор. Ну, давайте потратим немножечко с вами монет. Получаем двуручный топор, нужный в коллекцию. На этом не останавливаемся, крутим дальше. Здесь у нас аоба есть интересная. Ну и, в принципе, все. Но ради одной аоба я не хочу рисковать, поэтому крутим дальше. Здесь у нас также, что здесь стальной шлем, все остальное запечатано. Нет, даже крутить не буду, не хочу. Штаны кормяна опять у нас не продались, к сожалению. А боевой топор у нас, кстати, стоит довольно-таки неплохо. Поэтому восставляем его за 142 монеты и надеемся, что его купят. А со штанами мы пока с вами побегаем. Ну и, как вы видите, фарм вроде как идет, вроде как все хорошо. И потихоньку левел приближается к 83. Ну и пока я тут бодренько, хорошо так прям стою на ящерах. Мне, в принципе, даже нравится. Весь буст, который у меня был, который был бесплатный, у меня пропал. Все, месяц у нас прошел игровой, можно сказать. Можно будет скоро подвести итоги этого первого месяца. И теперь я стою исключительно на том бусте, который я сам получил. И теперь у меня его никто не заберет. И это на самом деле приятно. Но сейчас речь пойдет немножко не об этом. Во-первых, давайте закинем рандом крафт немножко, чтобы освободить инвентарь. Нам выдали извинительные подарки за то, что сервер Аква у нас падал. Кстати, помимо извинительных подарков у меня тут еще какие-то подарки, которые я когда-то не забрал. Я уже даже не помню, что это такое. Но в любом случае это давайте тоже заберем. А, нет, не заберем. Ну ладно, давайте пока просто скажу, что за то, что у нас сервер Аква в одно из воскресений упал, нельзя было сделать квест на штурме Герана. Поэтому вот и нова нам выдала тот самый квест, который, к сожалению, игра не позволяла закрыть. Они выдали награду за этот квест именно как извинительный подарок. Ну, 6 светочей, 200 древней адены, 20 штормов. Это вполне себе неплохо, я считаю. Ну, как бы вместо квеста хоть что-то получили. По-моему, за другой квест награды нет. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Я уже не помню, что там надо было сделать. Ну, в любом случае, приятно, что хотя бы вот в этой ситуации к нам пошли навстречу. Ну что, друзья, пришло время прожать у нас лампы. Да, 71 лампа. Ну, может быть, чудо произойдет. Я надеюсь, что чудо должно произойти. Не достаточно свободного места, как обычно. Без чудо пока живем. Но да ладно, сейчас мы быстро с этим всем делом справимся. Все это дело исправим. И тогда чудо точно должно произойти. Нажимаем кнопочку. Бабах. Есть 83 левел. Да. 83 апнули. Пока полет нормальный. Мобов бьем. Главное, что мобы не синеют. Это тоже важно. И помимо этого, давайте еще сразу сделаем одну важную вещь. Выучим вот эту вот пассивочку. Уже давно пора ее было выучить. Но, как вы помните, я деньги откладывал на книжки. Да, чтобы книжки полутать за ивент либры. Но теперь я могу спокойно это умение изучить. Изучаем. Бабах плюс 260 физатайки. Это замечательно. Ну, следующее, это уже надо будет табличек, я думаю, набить. И вот этот скилл также выучить. Он довольно-таки приятный. Ну, и пока все. Из новых умений здесь у нас ничего нет. Ничего у нас интересного не учится. Единственное, что мы можем только после 83-го закинуть стат сюда. Закидываем стат. И замечательно. Продолжаем фармить логин ивент. И продолжаем вообще фармить. Ну, что я хотел бы еще добавить. То, что что-то в последнее время с рынком все максимально печально. Потому что я еще, помимо всего, выбил там гравированную, вот эту боевую, говорю, гравированную, боевую рапиру здесь выбил. 99 монет поставил. Но что-то все остальное, как вы видите, вообще не покупают. У меня вот мантия вадона валяется. Вот это вот весь мусор валяется. Тоже сапоги зубе. То есть, ну, вот это вот все. То, что по 20-ке у меня оно лежит. И никаким образом никто не хочет его забирать. Но я думаю, со временем все равно купят. И также приятно, что с коробки достижений выпала подвесочка. Вообще прям приятная подвесочка. Она аналогична 4-й подвеске. И вот под ней прям очень хорошо стоять фармить. В общем, двигаемся к 84-му теперь. А, ну, еще забыл добавить. Прежде чем мы будем двигаться к 84-му, как-то я открыл почтовый ящик и увидел, что здесь у нас от человека с ником Погнали Чо. Висят вот такие вот предметы. Это у нас пятый браслет и брошка. И одна блеска на оружие. Но, как я и говорил, что по правилам этой рубрики я не принимаю подгоны. Спасибо тебе огромное Погнали Чо за то, что ты хотел помочь этому персонажу. Но, извиняй, не могу принять, потому что это будет помощь извне. А этот чар все-таки должен развиваться самостоятельно, без рынка, без окон, без доната. Поэтому, ну, извиняй, делаю возврат. Ну, в любом случае, еще раз тебе большое спасибо за то, что ты вот захотел помочь этому персонажу. И за то, что решил помочь мне. Спасибо. И вот такой вот получился ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Я не знаю, по поводу подгонов никто больше ничего не написал, не спросил. Они просто уехали к своему адресату. Я надеюсь, там никто не обиделся по поводу того, что я их не принял. Но, вот так вот, в контексте данной рубрики я считаю, что чар должен обходиться без помощи извне. Но, в любом случае, еще раз тебе большое спасибо за то, что захотел помочь. Но, я надеюсь, этот ролик вам понравился. Вы не забыли оценить его пальчиком вверх. Также не забыли подписаться на канал, если вы здесь впервые. Помните о том, что в Телеграме проходят дополнительные розыгрыши на промокоды по 800 львонет. И что реферальная ссылочка с бонусами. Если вдруг вы захотите начать играть или вернуться в игру после перерыва, а может быть просто выкачать какой-то фарм окошкой или дополнительная окошка, то эта ссылка есть прямо под видео. Вы получите по ней дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 800 львонет по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И в пингалечном ссылке на предыдущий ролик 99 лайков, 102 комментария, легчайшие 25% для бесплатного ассоциина. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за пальчики вверх от души. Загружаем данные. Первый победитель у нас. Леха Сайрус. Несколько слов для участия в розыгрыше. Поздравляю, первый код твой. Второй победитель у нас. Максим Тимощук. Хочу заветный приз очень-очень. Ну раз очень хотел, вот и получил. Поздравляю, второй код твой. Третий победитель. Эссетерил. Как тебе знатно син совсем боль. Ну есть такое, да, я и не думал то, что будет легко, тем более с теми рамками, которые я сам себе нарисовал. Я думаю, что если играть со вторым окном, если как-то получать помощь извне, и может быть еще и поддоначивать, да, лутать где-то кодики, то намного все проще будет. Поэтому это вот у меня прям совсем боль, а я думаю другие игроки могут полегче с этим справляться. Поздравляю, третий код твой. Четвертый победитель. Гриша Цой. И пятый победитель у нас или Рен. Сидит прям бустом врастает, а мне кодик все не падает. Вот упал, как раз поздравляю, пятый код твой. Господа победители, не забываем отписывать мне в ИК, в Дискорд или в Телеграм, все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего ютуб аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарий от четырех слов. И возможно в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего самого хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное не болейте.